Продолжение следует... Продолжение следует... В октябре пассажир добился от перевозчика возить его на работу. Ранее трамвайное управление исключило из своего маршрута машзавод, поскольку предприятие отказалось доплачивать за проезд своих работников в нерентабельную промзону. Это решение суд и назвал незаконным. По определениям суда было сказано, что мы не имеем права заставлять предприятия оплачивать проезд своих работников, что каждый гражданин, в том числе и господин Захаров, имеет право оплачивать проезд по той стоимости, которая сложилась. В итоге было подписано дополнительное соглашение с отделом ЖКХ о том, что проезд в несилитетной зоне во всех трех направлениях будет составлять 25 тенге. Городские власти без промедления утвердили новый тариф перевозчиков, тем более, что по подсчетам трамвайщиков, доплата к проезду в промышленную зону должна была составить не 25, а все 70 тенге. Ситуация получилась парадоксальная. Маршрут один, тарифов два. Льготы школьникам и пенсионерам все-таки решили оставить, даже в промзоне. В первую очередь это энергосоставляющие, вторую очередь это затраты самого предприятия по ремонту подвижного состава, по контактной сети, по рельсовому хозяйству и прочее, прочее, прочее. Для того, чтобы в конце концов трамвайный парк оставался на плаву, будем говорить, оставался рентабельным. Игорь Захаров тот самый принципиальный пассажир и возмутитель спокойствия трамвайщиков. Это он в октябре через суд заставил железные вагоны останавливаться у машзавода. Да только своей победе Игорь теперь не рад, ведь после его иска перевозчики практически выдвинули горожанам ультиматум, перед которым теперь даже суд бессилен. Такого роста я не ожидал и не мог предвидеть, потому что в принципе в ходе работы, в ходе жизни со многими ситуациями приходится сталкиваться, но именно вот таких шагов роста я вообще никогда не встречал в сфере услуг. Между тем в трамвайном управлении готовятся к обновлению подвижного состава. Планируют приобрести в Польше новые трамваи 35-летней давности. Что будут переделывать иностранные вагоны под рельсы или 83 километра путей под вагоны, перевозчики еще не решили. Но для удобства пассажиров все, что угодно за их 65 тенге.